Всем привет, с вами Анимен. В этом видео я расскажу вам о топ-5 аниме, которые должен посмотреть каждый уважающий себя анимешник. Погнали! Пятое место нашего топа занимает аниме Эльфийская песня. В этом аниме всего 13 серий, но оно обладает сногсшибательным сюжетом, который оставит вас в размышлениях на долгое время. В самой первой серии мы видим большое количество крови, расчлененки, ноготы, именно поэтому аниме имеет возрастное ограничение 18+. Аудиосопровождение, на мой взгляд, просто изумительное и близко к оперному, если, конечно, таковым не является. Именно это аудиосопровождение делает некоторые моменты аниме очень трагичными, отчего у многих людей слезы наворачиваются сами собой. Несмотря на жестокость, аниме получилось очень годным. Я рекомендую всем посмотреть это аниме, ведь оно обладает глубоким смыслом, которым обладает далеко не каждое аниме. Заслуженное пятое место. На четвертой позиции расположилось небезызвестное аниме Дневник Будущего. В этом аниме 26 серий и 2 овы. Аниме наполнено динамикой, тайнами и романтикой. В аниме огромное количество героев, но среди них только два главных, Амана Юкитера и Юна Гасай. На протяжении всего аниме вы будете наблюдать взаимоотношения этой парочки, необычные действия, которые будут совершать герои для достижения цели. Также в аниме есть огромное количество жестоких и кровавых моментов, поэтому аниме имеет возрастное ограничение 16+. Но несмотря на все это, Дневник Будущего глубоко засядет в вашем сердце. Рекомендую посмотреть это аниме каждому до конца, ведь именно концовка самая непредсказуемая в этом аниме. Я был удивлен к концу аниме и даже расстроен. На данный момент это мое любимое аниме и я бы с удовольствием поставил его на первое место. Но все же, есть аниме с большим приоритетом, который стоит посмотреть. Третье место занимает аниме Стальной Алхимик. Есть две версии этого аниме. Первая версия та, что вышла раньше, сюжет этой версии идет не по манге. Вторая версия с сюжетом по манге. Рекомендую посмотреть обе версии. Лично я начинал смотреть это аниме с первой версии, но также с удовольствием посмотрел вторую. Это аниме о сожалении, о печали, за совершенные дела, ошибке молодости, искуплении грехов. В целом аниме можно назвать мрачным, но в нем есть смешные моменты. В аниме присутствуют ситуации, в которых ты задумываешься об окружающем мире. И таких ситуаций очень много. После просмотра этого аниме у вас останется много положительных эмоций. Возможно, вы даже чему-то научитесь у главных героев. На втором месте расположилось достаточно старое аниме «Крутой учитель Анидзука», или как его еще называют ГТО. Аниме обладает старенькой рисовкой, но она совсем не отталкивает. Это аниме очень позитивное. В нем огромное количество смешных и веселых моментов. На протяжении всего аниме вы будете наблюдать за тем, как главный герой Анидзука будет решать проблемы своих учеников, и как он будет выкарабкиваться из собственных проблем. Это аниме учит зрителей поступать по совести, принимать правильные решения и адекватно относиться к окружающим. После просмотра этого аниме у вас останется море положительных эмоций. Также вы сможете принять пару положительных черт у главного героя. Первое место нашего топа занимает самое необычное и загадочное аниме – «Тетрадь смерти». В этом аниме вы увидите противостояние разуму, сильную психологическую игру, необычные догадки. И действительно, это аниме можно отнести к детективному. Оно поражает своей необычной динамикой. В аниме очень сильные саундтреки. Порой они передаются сцене некую тайну. Также эти саундтреки являются изюминкой этого аниме. В аниме 37 серий и на протяжении всего просмотра вам будет интересно, что же произойдет в следующем эпизоде. «Тетрадь смерти» стала одним из тех тайтлов, которые я регулярно пересматриваю. Это аниме я рекомендую для просмотра каждому, кто хочет познакомиться с миром аниме. На этом мой топ подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забудьте написать в комментариях свой топ-5 аниме для обязательного просмотра. С вами был Анимен, всем спасибо за просмотр, всем пока!